Итак, давайте получим уравнение для математического и для физического маятника. Введем угол альфа. Ну и сначала рассмотрим математический маятник. На математический маятник, на тело, на материальную точку, действует сила МЖ. И сила натяжения нити Т. В результате это тело движется по дуге окружности, радиусы равны длине маятника. И для того, чтобы найти ускорение, ускорение будет также направлено по этой дуге в каждый момент времени. Мы можем найти проекцию вот на эту касательную, в данной точке. Если мы напишем сюда, введем ось L, и L будем отчитывать по дуге. По дуге 0 у нас будет вот здесь. А, L нельзя писать, потому что мы уже назвали длину. Давайте X назовем. Ось X. То тогда в проекции на эту ось у нас получится вот такой треугольник. Здесь у нас будет угол альфа. И МЖ синус альфа будет равен произведению массы на ускорение. С другой стороны, ускорение. Это ускорение может быть представлено как, поскольку у нас вращение относительно точки подвеса происходит, ускорение может быть представлено как произведение углового ускорения на длину, то есть бета умножить на L. Или что то же самое, M, L, альфа с двумя штрихами. Бета – это вторая производная от угла, угловое ускорение. Сокращаем массу. И заметим еще один нюанс. Направление силы МЖ против оси X. То есть сила МЖ противодействует смещению. То есть ускорение, которое вот здесь, оно будет направлено против оси X. Проекция ускорения будет со знаком минус. То есть вот здесь нам нужно еще поставить знак минус. Ускорение против оси X. Если бы ускорение было бы направлено по оси X, соответственно, была бы проекция МЖ с минусом. Но это не имеет значения. Существенно только, что мы получили, что альфа 2 штриха равно минус G делить на L синус альфа. Уравнение имеет вид альфа 2 штриха плюс G делить на L синус альфа равно нулю. Можно сравнить это уравнение с тем, которое у нас было. Для пружинного маятника у нас было уравнение X 2 штриха плюс омега с ноликом в квадрате X равное нулю. Здесь уже не альфа, а синус угла альфа. Но при малых углах мы также будем получать уравнение гармонических колебаний, которые здесь записаны. Обозначим омега с ноликом в квадрате. Это G делить на L. То есть омега с ноликом это корень из G делить на L. И уравнение сведется к виду альфа 2 штриха плюс омега с ноликом в квадрате синус альфа равно нулю. Если альфа мал, если альфа гораздо меньше единицы, то синус альфа примерно равен самому углу. Для малых углов в радианах это справедливо. И тогда уравнение будет вида альфа 2 штриха плюс омега с ноликом в квадрате альфа равно нулю. Ну и опять это уравнение гармонических колебаний. Давайте рассмотрим физический маятник. В случае физического маятника действует сила тяжести МЖ. Но отличие в том, что тело совершает вращательное движение относительно оси О. То есть можно говорить о моменте инерции относительно оси О. Для физического маятника уравнение динамики будет таким. Момент силы. То есть МЖ. Л. Л. Введем расстояние до центра массы ЛС. МЖ на ЛС. На синус угла альфа. Опять же, момент силы у нас отрицательный. И это будет равно И на бета, где И – момент инерции. Или же И на альфа с двумя штрихами. Вновь уравнение, которое у нас получается, имеет вид альфа 2 штриха плюс МЖ и ЛС делить на И. Синус альфа равна нулю. Ну и опять обозначая Омега с ноликом в квадрате МЖ и ЛС делить на И с ноликом мы получим уравнение колебаний вот такого вида. Это не гармонические колебания, то есть это не линейные колебания. Но при малых углах альфа они сводятся вот к такому вот виду. То есть Омега с ноликом здесь будет равно корень квадратный из МЖ и ЛС делить на И нулевое. И. 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 Продолжение следует...